В праздничных мероприятиях по случаю юбилея Солигорска приняли участие делегации из городов-побратимов Олексинского, Северо-Янисейского районов Российской Федерации и соседних районов Минской и Гомельской областей. Официальная часть раут-встреча прошла в райисполкоме за круглым столом. Гостей принимали председатель райисполкома Анатолий Ладыга и председатель районного совета депутатов Алла Калеева. О производстве, людях, достижениях и чем живет Солигорщина рассказал глава района. Солигорск – это достаточно такой энергичный, быстрый город. Здесь как минимум день идет за неделю. Все успеть практически невозможно. И этот заряд эмоций, заряд быстроты, он просто формирует команду, которая должна приходить команда лидеров. Это предприятие, которое сегодня и основной гигант мирового масштаба Беларуськалий. Это предприятие, которое задает том, как городу и как в целом Республике Беларусь. Потому что соответствовать этому статусу практически обязывает всех тех, которые связали свою судьбу с городом Солигорск. Когда создавался город, создавались и предприятия, которые должны были обслуживать шахтеры. Купалинка, Калинка – это те предприятия, которые сегодня заняты на пошиве одежды. И это брендовая одежда. Есть солигорская птицефабрика. Одна птицефабрика покрывает 80% обеспеченности Республики Беларусь. Сейчас освоено новое направление. Это перепелиное яйцо. И строится по указу президента один район, один проект. И у нас один из проектов – это создание перепелиной птицефабрики замкнутого цикла. Многолетние партнерские и дружеские отношения связывают Солигорщину и с другими российскими регионами. Воскресенский, Лазаревский, Подольский, Черняховский, Волотовский, район Лефортово, Березники. В целом у нашего молодого города партнерские связи в сфере культуры, экономики, образования налажены по всему миру. Гости поздравили жителей Солигорска с юбилеем, выразили слова благодарности за теплый прием и подарили памятные подарки. Впечатления настолько, вы знаете, теплые. И ту атмосферу, которым пропитан ваш город, благоустройство, впечатлило настолько, настолько душевно. И с теплотой, вот видно, что люди, это невозможно сделать за один день, видно, что люди здесь хозяева, они живут на этой земле из поколения в поколение. И это, конечно, впечатляет. Обратили внимание, что поля настолько обихожены, засеяны, кукуруза, обратили внимание, жневьем все вот ухожено. Смотрю, и силос, да, вы обрабатываете, перерабатываете. И, конечно, это говорит о том, что республика и вообще в целом город, пригород, он развивается по пути сельского хозяйства. То есть не только промышленное производство, то есть оплот, это налоги в первую очередь, это развитие территории, но и вспомогательное производство на высоте.